аллилуйя слава богу слава иисусу христу спасителю нашему приветствую всех братьев сестер доброе утро всем благословенное доброе утро сегодня 12 февраля у нас 2019 года сего и сегодня трансляцию делаю с утренней молитвы в нашей киевской архипископии и после этой молитвы сразу еду на занятия в семинарию преподаю эти дни в киевской славянской евангельской семинарии и я преподавал в прошлом году моя тема была экклезиология в этом году моя тема история восточной церкви то есть говорю о нас о православии и в общем-то тема очень такая важная насыщенная друзья пожалуйста кто имеет возможность в течение дня я понимаю рабочий день как бы да но если есть возможность там на телефоне или как подключиться подключайтесь онлайн получается трансляция делается слава богу это замечательно вот и сегодня буду продолжать трансляции вчерашней трансляции есть все на ю тубе здесь на канале сохранены поэтому слава богу за прогресс технический слава богу за все вот и до три дня буду этим преподавать вчера получается начал сегодня и завтра с утра до вечера такая очень важная тема история восточной церкви и я говорю как реформатор о том что действительно и православие с Privateском но если братьauer либо если во мне всех с вами так называют твою хлистерашке когда размещала дружок до фото попова вступила в november индустрии 45 Baistler но если всего христианства, от всего древа христианства, то скажу, что церковь действительно должна непрестанно реформироваться, всегда обновляться, потому что церковь – это живой организм, Бога-человечество, живой организм, тело Иисуса Христа. Церковь сравнивается действительно живым организмом с телом Иисуса Христа, потому что этот третий храм, в эпоху которого благословенного мы живем, это храм тела Иисуса Христа. И на шалом, Сереженька, вижу у тебя благословений, аллилуйя, Иночка, благословений, благословений Господних и всему дому нашему, благоставляю детишек, благоставляю внучек, и внука, и даст Бог уже на днях, а то и раньше уже будет внук. Вот, и внучка будет. Так, Ольга пишет, доброе утро, дорогой пастор, благодать на благодать для вас и для всех ваших. Аллилуйя, спасибо. Вот, и на утренней молитве сегодня тоже совершим хлебопреломление, причастие. У меня вот еще с церкви, с воскресенья я взял сок виноградный. И вчера, вот сегодня причастие делаю как раз с этим соком. И даже если нет сока у вас, налейте просто воды, потому что не вещество, само причастие, а наше рассуждение, здесь является главенствующим, наше рассуждение о теле крови Иисуса Христа, наше рассуждение о том, что благодатью мы спасены, и сиение от нас, это Божий дар, о том, что кровью Иисуса Христа надо размышлять, кровью Иисуса Христа я спасен, исцелен, освобожден, благоставлен. То есть, самое причастие, как я говорю, оно совершается не просто ртом, желудком, то, что входит в нас, оно и исходит, но совершается здесь и здесь, разум и сердце наше, слава Богу. Так что, друзья, благоставляю вас всех сегодня, благоставляю великого Бога Дивного в нас, во святых своих, слава Господу. Вот, и сегодня благоставляю семинаристов всех, там и, в общем-то, такой объединенный курс, этот историй в Восточной Церкви в эти дни, и бакалавры, и магистры вместе, вот так вот получается. И я там с утра и до вечера. Конечно, вчера было очень так вот утомительно, физически так устал, но внутренно и духовно, душевно был, ну, очень доволен. Душа довольна была, слава Богу. Когда, зная, что угодил Богу, когда делаешь то, что Богу приятно, от этого неизвеченная радость, слава Богу. Роман пишет, да, слава Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу. Аллилуйя! Аллилуйя! И, братья, сестры, Христос в нас упование славы. Поэтому и Церковь обновляется, поэтому и каждый верующий обновляется. Он себя сравнивает с лозой. Кстати, образ винограда, он очень красив. Ну, вообще, сам по себе виноград красив. Да, значит, и я не так часто видел виноградники вживую. Ну, вот в Грузии, допустим, здесь в Украине тоже. Кстати, даже не так далеко от Киева Василия Александровича. Значит, были мы несколько лет, ну, давно уже вообще-то, давно уже в гостях. Под Фастовым там у него в Киевской области дача. И там виноград свой выращивает. И при том для Киевской области довольно диковинный виноград. Здесь есть виноград, выращивают виноград. В Киевской области довольно тепло. Для винограда хорошие условия. Но он умудряется выращивать даже такие южные сорта. Вот. И он, мы как-то, помню, собрались. И, ну, почти всей церковью поехали туда к нему. Под Фастов на эту дачу его. Вот. И целый день были. С утра до вечера там у него на даче. Вот. Кушали, молились, общались. Классно. Хорошее время очень было. Классно было. Молимся за народ Божий Израиля. Роман пишет. Аминь. Аминь. Благоставляем Израиль. И Василий Александрович, вот я вспоминаю сейчас тот рассказ, ту историю просто. Он показывал как раз виноград. Как он выращивал его. Там многие хитрости всякие винограда рассказывал. И как раз на примере вот этого выращивания винограда он как раз вот такое дал очень хорошее свидетельство. Я потом даже у себя в церкви, ну, когда уже в Киеве уже, в собрании в церкви, в церковном собрании, я это все пересказывал и с местами из Писанника разочитывал. Потому что действительно, Отец наш, Бог наш, Он виноградарь. А мы Его виноград. Лоза, истинная лоза, это сам Иисус Христос. Мы на нем эти веточки. И очень красив сам по себе виноград. Но знаете ли, если, допустим, надломится, да, ну, как и любое другое растение, да, вот если веточка там надломится, там отломится, то уже сок не поступает, значит, в эту веточку, с лозы-то, допустим, да, со ствола. Вот, и тогда уже, ну, все, пиши пропало. Засыхает, и процесс начинается, ну, да, смерти. Вот, и жить веточком можно только лишь вот буквально вот на лозе, на этом, спитаясь соками вот со ствола-то. Вот, и тем более плодоносить, тем более приносить плоды может веточка, только лишь действительно, если она вот привита, если она вот растет, да, слава Богу. Кстати, Василий Александрович, пожалуйста, там, как раз вот мы были у него, когда он рассказывал и об обрезаниях, вот, необходимых для урожая, необходимых для виноградника. Рассказывал, как он это делает, очень интересно. Вот, и действительно, вопросы были, кстати, по поводу обрезания на Ютубе в комментариях, не к этим видео, а... Здесь что-то у меня здесь, не так, что-то... Вот, а к другим видео были комментарии по поводу обрезания. Вот, я, значит, написал, что обрезания-то никто не отменял. Вот, значит, и, безусловно, Божья заповедь, она актуальна. И сейчас просто разница в том, что вот этих две тысячи лет благодати, эпоху эту, мы не совершаем обрезания физически, вот, как вот, допустим, иудеи, да, традиционные, как мусульмане, вот, обрезание Христова, обрезание Христова, которое в сердце для каждого верующего, для каждого христианина по-настоящему. Если необрезанное сердце, если необрезанный разум, необрезанный человек христианин, христианин, то он как бы и, ну и по совести-то и не христианин. Не обрезанный это, по сути, не христианин. Вот, обрезание Христова, это действительно очень важная тема, вот, и не обрезанный, как вот виноград, да, допустим, вот виноградарь нам рассказывал, Василий Александрович, здесь вот, что он не приносит плодов, плоды будут неправильные, не такие, и потом вообще бесплодие. Вот, оказывается, это очень важно для винограда, и наше обрезание, это не по плоти ныне обрезание, а по духу, душе, духу, и, то есть, не в теле наше обрезание ныне. Вот, и, знаете, до пришествия Машиаха, до Рождества Христа, конечно, было актуально обрезание физическое, и сам Машиах, сам Ишуа, да, Иисус Христос, он был обрезан, как и положено по закону, но сам Христос, вот, принес благодать и истину, и касательно обрезания, благодать и истина в том, что совершается ныне, вот, два тысячелетия обрезания, верующего сердца, и оно в духе, это обрезание, и оно намного мощнее, чем обрезание, там, допустим, там, знак по плоти для верующих, как вот раньше было, допустим, в старом, мы читаем Завете, вот, или, допустим, сегодня практикуется, я говорю, вот, у иудеев и у мусульман практикуется, вот, мой дедушка, допустим, да, покойный, татарский дедушка мой, Галя Ахмед, вот, он очень ловко обрезал, к нему приносили мальчиков, у нас всех и татарских, и еврейских мальчиков приносили, вот, и, но, опять-таки, это обрезание по плоти, это знак по плоти, знак Завета, но наш знак Завета, это вот, это кровь, которая проистекла с нашего Господа, Машиаха, кровь Христа Иисуса, и тело его ломимое, возьмите себе хлеба, у меня вот, я всю эту неделю притещаюсь остатками халы, плетенки субботней, вот, которую я здесь купил, вот, и налейте себе соку, если нет сока, то просто воды налейте, возьмите хлеба, какой есть хлеб у вас, пресный, квасный, не вещество это важно, в собрании, когда вы причащаетесь, да, там, там, конечно же, в чужой монастырь со своим уставом не приходят, там, если принято, допустим, опресниками, то опресниками, там, квасным, квасным, хотя по совести это, значит, это воспоминание вот той вечери пасхальной мы совершаем в церкви, допустим, мацой, опресниками, вот, но, в общем-то, самое причастие, оно совершается действительно в духе и в истине, контактно или бесконтактно, по-разному, но самое главное, это причастие самого Христа, я в нем, а он во мне, вот это есть божественная Евхаристия, божественное хлебопреломление, слава Богу, и, действительно, Божье Слово нас обрезает, чтобы мы больше приносили плода, сам Господь нас обрезает, вот, и этот процесс обрезки, да, мы проходим, чтобы приносить плоды Господу, потому что тем самым написано, прославится Отец наш, Небесный Бог Святой, если мы принесем много плода, слава Богу, пусть Господь благословит всех вас, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа благословляю, вот, и, конечно, вот, как вот написал Роман, молимся за народ Божий Израиля, действительно, я молюсь за тех, кто обрезается сейчас физически, вот, и, к сожалению, пока еще не знает обрезания Христова, обрезания Машеха, обрезания Машеха, обрезания Иисуса Христа, это, действительно, животворное обрезание, приносящее жизнь, жизнь верующего человека, слава, судьбу верующего человека, слава Богу, Господь, спасибо, 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 благословен Бог наш, Царь наш, Отец наш, Сущий на небесах, Аллилуйя, да святится имя Твое, проставляется и величается имя Твое, и я проставляю Твое имя, Святое Божие, благословляю великое имя Твое, благодарю Тебя за все, за это доброе утро, когда обновляется милость Твоя, Господь, к нам, слава Тебе, Боже Всебогущий, благослови нас, благослови в этом хлебопреломлении, в этом причастии, Евхаристии Божественной, пусть, действительно, вот это понимание, осознание тела и крови Господа Иисуса будет в нас, Твое обрезание, нерукотворенное, а Христово, истинное, настоящее, потому что рукотворенное обрезание было лишь прообразом настоящего, сегодняшнего, настоящего Христово обрезания, обрезания Машиаха, слава Тебе, Господь, Боже Святой, благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, благодарю Тебя, что две тысячи лет назад была пролита Божественная кровь Твоя, была пролита кровь на Голгофском Христе, и все жертвы в храме, принесенные, все жертвы, принесенные в Ветхом Завете, это были прообразы великой, настоящей, подлинной жертвы Машиаха, подлинной жертвы Иисуса Христа, благодарю Тебя, Боже Всемогущий, за третий храм Твой, в эпоху, в которой мы живем, благодарю Тебя, Господь, за храм Божий, который созидается уже два тысячелетия, из живых камней, на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Ишуа Машиах, Иисус Христос, Господь и Спаситель, слава Тебе, Господь, Бог наш, Благодарю Тебя, Господь, Благодарю Тебя, что нетленным серебром или золотом, никакими богатствами этого мира невозможно было бы искупление наше, но драгоценной кровью Христа, чистого и непорочного Твоего агнца, мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов, от наших предков. Боже, Господь, благодарю Тебя, что кровью Твоею святою, телом Твоим ломимом, я спасен навеки, Ты простил, Господь, полностью меня, то, что было, то, что есть и то, что будет, Боже, Ты полностью, Господь, простил, спас, Боже, и не только в вечности, но и сегодня, сейчас, Боже, Твое спасение активизируется, Твое исцеление, Твое благословение, потому что не только грехи прощены, но и ранами Твоими я исцелен, ранами Твоими, Господь Иисус Христос, Боже, и я благодарю Тебя, принимаю это и прощение, исцеление, благословение все через кровь Божественную Иисуса Христа. Слава Тебе, Боже наш! Благослови Израиля, благослови, Господь, Иерусалим, Иерусалим, город великого царя, благослови, Господь, Боже, пусть мир будет в Иерусалиме, мир в Израиле, Боже, пробуждение духовное, Господь, в еврейском народе и во всех народах нашей истрадавшейся планеты, Боже, во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, Украину, благослови, Господь, Киев, пусть здесь на берегах Днепра льется эта песня, Иисусу слава, Иисусу слава, Аллилуйя! Благослови, Господь, нас, благослови, Господь, во имя Иисуса, и пусть это Твое Божественное исцеление придет, Аллилуйя! Молюсь сейчас за болящих, о Божественном исцелении. Пришло сообщение, вчера еще, но я думал, может, это старое, кто-то сообщение, информацию выставил. А сегодня утром проверил, смотрю, новое сообщение, это не старое, это не перепост, это новое сообщение, вот, значит, оказывается, по поводу Валерии Коропа, значит, очень люблю творчество я, этого брата Валерии Коропа, это музыкант, певец, кто не знаком с его творчеством, просто наберите там на Ютубе Валерий Короп, Иисусу слава, допустим, или какие-то еще другие песни, послушайте его. Очень хороший автор, исполнитель, он пишет песни, вот, и на русском языке, на украинском, украинской мовой, вот эта песня мне тоже подобается, вот этот Иисусу слава. Вот, и он сейчас в тяжелом состоянии физическом, вот, там, кровотечение какое-то, значит, там, открыто, значит, там, и молятся христиане за его исцеление, потому что было нечто подобное, там, год или больше назад, там, не помню уже, мы молились тогда за Валерия Коропа, помню, да, он был в больнице, оказывается, опять что-то такое произошло. Вот, молимся сейчас за его исцеление также, вот, и молюсь и за его исцеление сейчас, и за исцеление других братьев, сестер, кто нуждается сейчас в божественном исцелении, молюсь за свою семью, молюсь за дочь свою старшую, вот, которая сейчас, вот, на днях, а то и раньше ожидает родов, будут роды, вот, и второй раз уже дедушкой стану я. У нас внук есть уже, но ему уже третий год, а это будет уже внучка, слава Богу. Поэтому тоже молюсь за ее тоже, такое, и роды, благополучное здоровье. Вот, и молюсь за всех, кто нуждается сейчас в божественном таком исцелении, прикосновении во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Божьего всемогущего благословения. И в этой молитве сейчас за исцеление я прошу Господа, чтобы его божественное откровение об исцелении через кровь Иисуса Христа пришло в жизнь каждого верующего. Это архиважно вообще. Слава Богу. И пою песню Валеры Коропа «Иисусу слава». Это его песня. Я очень люблю ее, часто пою ее, особенно когда здесь, в Киеве, у себя в церкви. Аллилуйя. Вся земля так долго на цей день чекала, коли лине з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню счастья заспіває хтось, И этот день наконец-то до нас вернулся, он принес нам веру в светлое будущее. Через свого Сина, всемогутній Батько, нам даруй ріки вечного життя. Иисусу слава! Иисусу слава! Луна є пісня над схилами Дніпра. Иисусу слава! Иисусу слава! Співає вільна Україна. И этот день наконец-то до нас вернулся. Аллилуйя! 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 Люди Украины, люди всех народов, поднимайте руки. Прославляйте Сина, Він єдиний Бог, Він своєю кров'ю розірвав кайдани, Він достоин слави. Иисус Христос! Иисусу слава! Иисусу слава! Луна є пісня над схилами Дніпра. Іисусу слава! Іисусу слава! Співає вільна Україна! Іисусу слава! Навіки, навіки! Іисусу слава! Навіки, навіки! Аллилуйя! Слава Іисусу Христу! Навіки слава Богу Святому! Аллилуйя! А сейчас ещё утро, ещё и соседи спятом, я поэтому тихо пою, но прям вот хочется прославить Бога. Голос надо громко, и слава Богу! Пусть Господь благословит! Ну, сейчас я после причастия, после вот утренней молитвы еду сразу, вот буквально через там минут десять уже буду выезжать в семинарию, вот, там у нас молитва, потом занятия, вот, и до самого вечера, вот, получается у меня там занятия, вот. Вот, и там уж помолимся с братьями тоже, помолимся тоже и за Валерия Коропа, и за всех, и за нашу старшую дочку, за Анастасию, и за всю нашу семью, и за всех братьев, сестёр, за всех вас возлюбленные. Вот, и кто имеет возможность, я, значит, настоятельно рекомендую, в течение дня подключайтесь на Ютубе, на моём канале, на прямые трансляции, потому что провожу семинарии, прямые трансляции. Вот, ну, и даст Бог, получится записи тоже выставить на Ютубе, с камеры, с видеокамеры, которые пишутся. Пусть Господь благословит всех вас во имя Христа, принимаем причастие в духе и в истине, нашим сердцем, нашим разумом причащаемся к Господу, позволяем Ему всё глубже и глубже в нас проникать, и мы погружаемся в Него всё глубже и глубже. Мы пропитываемся им, Он пропитывается нами. Этот процесс, вот, как вот на иврите было сказано в «Песне песней», в книге «Шир Гаширим», «Ани ле доди ведоди ли», «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленным мой мне». И вот это песни любви, песни песней, в книге всех книг есть песни всех песней, и это песни любви, любви человека и Бога, Бога и Его народа, любящего сердца Отца нашего Небесного и любящего сердца человеческого. Удивительно, вот это, как вот однажды написал я там, «Как наш союз любви прекрасен, дышу Тобой, живу Тобой, Господь, Ты мой покров живой, стал Ты моею новую судьбой, дышу Тобой, живу Тобой». Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Отец, я благодарю Тебя, возьмите хлебушка, вот, и сока, или же просто воды и хлеба, и помолимся сейчас. Отец, Бог и Царь, Авину Малкейном, Шеба Шамайим, Отец наш, который на небесах, Ава, Отче, Папочка, Отец, благодарю Тебя, Царь Царей, Господь Господствующих, Бог Богов. Благодарю Тебя, Владыка всех миров, Творец наш, спасибо Тебе, Бог Авраама, Исаака, Израиля, спасибо Тебе, Бог патриархов и пророков, да святится имя Твое, Боже. Благодарю Тебя за Твою любовь, которую Ты доказал к роду человеческому и ко всей нашей истрадавшейся планете, отдав самое дорогое родное, отдав Сына Своего Единородного, Господа Иисуса Христа, на распятие, на Голгофу, на крест, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя за доказательство Твоей безусловной любви, Твоего спасения, дарованного нам, людям. Благодарю Тебя, Господь, великий Бог наш, слава Тебе. И благослови, Господь, хлеб сей, телом Христа Твоего быть. Аминь. А то, что в чаше сей, быть кровью святого Твоего Машиаха Христа, приложив это Духом Святым, соверши, Господь, это таинство ныне в нас и через нас. Ты в нас, а мы в Тебе. Ты во мне, а я в Тебе. Я принадлежу Тебе, моему возлюбленному, а Ты принадлежишь мне. Спасибо Тебе, Господь. Я люблю Тебя, а Ты любишь меня. Спасибо. И ничего не надо нам больше. Спасибо. Аминь. 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 Аминь, 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 спасибо, Папа мой небесный, спасибо. Отец мой, дорогой, Ава, Папочка, благодарю Тебя за Твой любовь, благодарю Тебя за кровь брата моего, спасителя моего, Господа моего, Иисуса Христа. И ни в ком другом нет спасения для меня, ибо нет другого имени под небом данного мне, человеку и всем нам людям, которым я мог бы спастись, которым спасен, которым спасаюсь. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную, дар Твой во Христе Иисусе, за исцеление, благословение Твое через кровь божественную. Мы с Тобой одной крови, Ты и я. Во мне Твоя кровь, во мне Твоя жизнь, во мне Твой дух. Спасибо Тебе, Господь, а я в Тебе. Благослови, Господь, благослови народ Своим миром, всех нас, во имя Христа, сегодняшним днем, действительно, обновление милости Твоей свершилось в наших судьбах. Благослови весь этот день, милости Твоей, благодати Твоей, спасения Твоего. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам, дамы и господа, братья и сестры, благословение Господне всех вам, до встречи. Вечером сегодня вновь, также не получится у меня выйти в эфир, к сожалению, в 6 часов, потому что занятия допоздна, и я уже поздно вечером приезжаю на квартиру сюда. Поэтому, но утром также подключайтесь, пожалуйста, в 6 утра, завтра подключайтесь в 6 утра по киевскому времени. И в течение дня, сегодня также подключайтесь к прямым эфирам на Ютубе. А вчерашний день, вот кроме первого урока, не получилось по техническим причинам, значит, все остальные уроки есть на Ютубе, с прямых трансляций, с сохраненной трансляцией. Вот, с территории Украины, напоминаю, что участвуйте в моем служении финансово, пополняйте мобильные номера, они указаны под всеми этими видео, там номер Киевстар и номер Лайв. С территории России, там два номера тоже указаны, это номера Теледва и, как называется, МТС, МТС. Пусть Бог благословит вас всех во имя Христа. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.